Всем привет! Давненько на канале не было уроков по разным арт-материалам, так что в этот раз поговорим про уголь. Я покажу вам три абсолютно разных способа рисовать. И, как обычно, я хочу начать с материала, да, то есть какие у него свойства. И это нужно для того, чтобы вы понимали, почему мы будем рисовать именно как-то вот так, а не иначе. И здесь есть один важный момент, что уголь может быть очень разным. Ну, во-первых, форма может отличаться, да. А уголь может быть в виде карандаша, например, вот такого. Или в виде палочки. Тоже разные варианты есть. И у каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Лично мне больше нравится карандаш, потому что я люблю прорисовывать свои работы, люблю детальки, фотореализм. И работая не на таких уж больших форматах, там карандаш для этого вроде как поудобнее. Но не это самое главное. Дело в том, что вот этот стерженечек, он тоже разный бывает. Причем неважно, вот в таком карандаше, да, или в палочке. Он может быть очень плотный, рыхлый или восковой. И это, по сути, я вам сейчас назвал три основных типа угля. И это все по-разному будет на бумаге работать, по-разному будет ощущаться. Да, рыхлый уголь, он очень такой шершавенький. Сейчас будет небольшая звуковая вставочка. Он быстро стирается, сложно контролируется и очень легко размазывается. Если это карандаш, на нем будет написано «Харту». И эта вещь подходит только для каких-то крупных живописных заливок. Лично я такой уголь не очень люблю, называю этот тип шершули. Ну, сами понимаете, наверное, почему. Второй тип угля – плотный. То есть там уже такая более жесткая и мощная прессовка угля идет. Он больше контроля дает, меньше шуршания. Размазывается, в принципе, умеренно. И карандаш такого типа маркирует словом «софт». И он отлично подходит для такой классической техники рисования углем. Ну и третий тип – уголь с примесями. Лосковыми, масляными. По ощущениям он очень похож на мягкий графитный карандаш. Очень хорошо контролируется, мягко идет. Ну и он относительно слабо размазывается. Как раз вот этот вариант, он практически незаменимый для нетрадиционных техник, про которые сегодня поговорим в том числе. И, в принципе, в традишке, в традиционном рисовании он хорошо подходит для прорисовки каких-то мелочевок, мелких деталей. Но об этом всем позже. Собственно, если это будет в форме карандаша, уголь, он обычно маркируется как «софт плюс». Ну и лично мне больше всего нравится карандашик от «Креты Калор». Вот такой «Тандер Софт». Сейчас будет проходочка небольшая. «Тандер Софт 2» с артикулом 461.12. Про этот карандаш вообще отдельное видео на канале было. Если захотите, я ссылочку оставлю в описании. Ну и еще надо сказать, что все вот эти три типа карандашей, они как бы смазаны. То есть нет вот такой прям четкой градации. Это примерно выглядит как в жесткости карандашей и обычных графитных. Но только там это не так сильно на рисование влияет, а здесь прям очень сильно. И поэтому вам нужно научиться правильно выбирать карандаш под ваши задачи или как бы под ту технику рисования, которая вам больше понравится. Ну и собственно, как точить карандаш. Я показывал в отдельном видео именно вот такой угольный. Поэтому сейчас не буду очень сильно заостряться. Кто захочет, найдет, посмотрит. Ну и собственно, сейчас просто пару моментов. Во-первых, точилкой у вас точить скорее всего уголь не получится. Ну просто потому, что уголь хрупкий и он у вас в точилке там и останется. Поломается грифелё. Поэтому нож, умеренно такая острая заточка. Ну и если с ножиком вы себя как-то неуверенно чувствуете, грифелёк можно довести наждачной бумагой. Пыль, кстати, не советую выкидывать. Заведите для неё отдельные баночки по жесткости карандашей. В принципе, по материалу основные моменты всё. Сейчас будет процесс рисования. Три штуки, да? Вы увидите эти ролики. Вот, кстати, одна из работ. И на фоне я буду рассказывать, что и как там делается. В общем, смотрим. Итак, начинаем с классического способа. Этот вариант очень похож на рисование обычным графитным карандашом. И конкретно в этом случае я начал рисование с линейного наброска. Рисовал третьим типом карандаша, это который на графит похож. И, не дорисовывая лайн, ушёл в работу от пятна. Почему так? Да потому что уголь удобнее в работе именно пятна. Как видите, тон укладывается штриховкой, то бишь отдельными линиями. Всё, как мы с вами раньше учили. Штрих по форме, линии острые, ритмичные, немножко слоёв. Короче, типичная академическая штриховка. И это, с одной стороны, хорошо, потому что мы изучаем форму. Это будет именно рисунок, и он получится объёмнее. Но, именно вот такая ритмичная, жёсткая, малослойная штриховка, она самая сложная. И часто именно из-за этого быстрый путь к хорошему угольному рисунку для многих новичков просто закрыть. Потому что нужно много времени относительно, чтобы вот эту штриховочку отработать. Там очень много нюансов, часть я раскрыл в своих уроках, но от этого и легче. Штрих я делал максимум в 3-4 слоя. Карандаш второго типа, то есть такой не слишком рыхлый, но хорошо размазываемый. И это важно. А ещё важно постоянно его подтачивать, чтобы линии не слишком рыхлые получались. И я вам скажу по секрету, что за время первого этапа я подточил карандаш аж 8 раз. Ну, благо, грифель длинный, поэтому достаточно просто немножко помацать его по шкурке и снова в бой. Ещё важный момент. Тон на этом этапе делается с недобором. Потому что нужен запас, чтобы потом, после размазывания, довести рисунок до кондиции. Лучше его подпроработать. Какие-то там мелкие формочки дорисовать. А сейчас задача просто побыстрее заполнить всё тоном и сделать основной теневой рисунок. После решения этой задачи работа жёстко растирается. И есть два способа, как это делать. Первый. Вот такой палочкой-растушкой. Это очень удобный инструмент, чтобы размазывать какие-то мелочи и самые тёмные кусочки. Палочка растирает жёстко и очень хорошо разглаживает тёмные куски. Даже я бы сказал, она немножко как бы туда добавляет тона, подкрашивает всё это дело. Это потому что она у меня уже давно в угле перемазана. Но для бледных и больших кусочков она не очень хорошо подходит. Потому что начинает полосить и поэтому светлые, серые, крупные части растираются тканью. Можно взять бывшую в употреблении влажную салфетку, помыть её под струей воды, высушить и она отлично тушует тон. Если салфетка свежая, я рекомендую подпачкать один кусочек в угольной пыли, который получается после того, как вы карандашик заточили. Растереть это дело по какой-нибудь черновому листочку. И вот этот кусочек подойдёт для более тёмных серых областей. А если вы пойдёте в светлые части, там работайте на чистой стороне. Как-то так. Многие часто злоупотребляют вот такими приёмами, когда рисуют простым карандашом. И вы должны понимать, что графит это немножко другой материал. Он не такой сыпучий. Поэтому там не надо прям вот до дыр бумагу вытирать. Если что-то растираете графитом, то там это нужно делать вот буквально совсем чуть-чуть и немножечко. Но возвращаемся к углю. После того, как его растёрли, рисунок разгладился, просветы между линиями заполнились. И можно нарисовать блики. Если они, конечно же, есть. Благо уголь легко стирается, проблем с этим никаких не будет. Ну и после этого рисунок дорабатывается карандашиком. Третий тип карандаша нужен. Можно подправить штриховку, тон, сделать работу более аккуратной. Какие-то детальки добавляются, прорисовка. И как побочный, но очень полезный эффект от всего этого, рисунок становится немножко темнее, плотнее. В общем, как-то так. Итак, основную суть техники я вам рассказал. И как мини-итог, давайте поговорим, какие плюсы и минусы у всего этого есть. Плюсы. Ну, скажем так, техника рисования это относительно быстрая. Вообще уголь это более скоростной материал, если сравнивать с графитным карандашом. Потому что грифель толще, материал склонен к размазыванию, это можно удобно использовать. А еще плюс. Техника привычная. Вот тем, кто уже с графитным карандашом дело имел и более-менее штриховать умеет. Рисунки получаются объемными из-за штриховки. И процесс достаточно неплохо контролируется и правится. Минусы. Более-менее внятно и детально у вас получится нарисовать все это дело только на крупном формате. Но, как по мне, минимум для угля это формата 3. Из-за академической штриховки будет относительно высокий порог входовый. Ну и еще удобнее работать в этой технике с более такими контрастными, что ли, изображениями. Какого-то такого плана портрет будет очень сложно сделать. Ну и в итоге у меня получился такой простенький натюрмортик. Теперь у нас начинаются более экзотические варианты. Первый это техника пятном. По ней был вообще отдельный туториал на канале, если что. Поэтому сейчас очень коротко в общих чертах. Смысл этой техники в том, что мы для нанесения основного тона используем угольную пыль. Наносить ее можно рукой, пальцами, кто-то вообще салфеткой работает, не суть. Процесс нанесения можно сделать контролируемым, аккуратным. Но мне проще работать небрежно, с пятнами, полосками, примерно как сейчас. Главное просто побыстрее тон нанести. И уже потом идет этап исправления. Случайные мусорные пятна убираются клячкой. Это не так сложно, как может показаться. И дает просто огромную разницу во времени, его экономию. Потому что самое долгое в рисунке это нанесение тона. После того, как основные пятна подправлены, в работу включается карандаш. Он здесь нужен, чтобы дать резкости работе, сделать прорисовку текстуры. Например, волосы, глаза, губы. Все это очень сложно будет делать без карандаша. И еще им можно местами нанести тон. Но уже не так жестко, как в прошлой технике. По материалам. Пыль можно брать от угля второго и третьего типа. Мне больше всего нравится пыль от карандашей Sonnet S и Greta Color Thunder Soft. Прорисовку карандашом делаю тоже Thunder Soft. Он ближе всего к привычным графитным карандашам. Время от времени некоторые области пальцами вбивается новый тон. Новая чернота. Чтобы подровнять градиенты, усилить тени. Естественно, ровно это сделать почти никогда не получается. Особенно, когда торопишься. Но на помощь снова приходит наш лучший друг. Ластик по имени Клячка. Им снова все подравнивается. А еще в финале тон можно подровнять карандашом. Точными такими маленькими касаниями. Ну и давайте про плюсы и минусы. Главный плюс. Техника очень быстрая. Портрет из видео я сделал где-то за 2,5 часа. Техника позволяет многое справлять. Работы получаются очень яркие, насыщенные. Это все хорошо. Какие минусы? Опять, большие форматы. Минимум А3. На мелких будет сильно выделяться фактура бумаги в виде точечек. И спорный момент, что эта техника непривычная. Надо будет учиться чувствовать сколько материала и как его втирать. Научиться чувствовать клячку. То есть какая форма нужна, как сильно ее испачкать, как надавить. Но поверьте мне, это все проще и быстрее, чем тренировать штриховку. И если вам ближе живопись, работа с пятнами, а не конструктивный рисунок. Пробуйте, вот этот туториал в ваше пользование. Ну и теперь вторая нетрадиционная техника работы с углем. Это аналог техники сухая кисть. Только вместо масла мы используем угольную пыль. Для этой техники очень важно сделать качественное ренение набросок. Потому что много исправлять в ней не получится. Как рисуется набросок под портрет я показывал вот в этом уроке с Бенедиктом Камбербечем. Итак, когда набросок готов, мы высыпаем уголь на черновой листок и берем в руки упругую синтетическую кисточку. И начинается этап первичного нанесения тона. В отличие от прошлого раза, сейчас тон наносится очень аккуратно. Набирать его надо постепенно, не торопясь от светлого к темному послойно. Тон должен быть практически идеальный. Без каких-то случайных пятенок, полосок, точек. И здесь это на самом деле не так сложно сделать, как может показаться. Черновой листик нам нужен, чтобы подобрать тон. То есть вы макнули кисточку туда в уголь, попробовали, что вышло. Если мало, еще берем. Если много, выписываем лишний материал. Ну и если вы заранее знаете, что вам нужен очень серый цвет, можно прям горкой взять уголь. С чернового листика перенести это в свой рисунок. Именно так я делал в волосах. Можно не бояться, потому что кисточкой все равно вы не продавите очень черный цвет. В самых темных местах потом придется другие приемы подключать. Когда основные пятна сделали, можно поработать карандашом. Это этап конкретизации, то есть примерно то же самое, что было в прошлой технике, вы помните. Карандаш и здесь незаменим, потому что даже самой маленькой кисточкой вы не сможете хорошо проработать мелочевку и добавить резкости. Плюс глубокий черный, как я уже сказал, кисточка вам не даст. Какой карандаш и какая пыль лучше всего работает? Ну, по моим наблюдениям, лучше всего использовать третий тип карандаша. Лично моя находка в плане пыли, здесь это Krita Color Thunder Soft. Она дает очень контравимый тон, но светловатый. Кстати, есть еще нейровский Thunder Soft, он немножко похуже будет. Если надо сделать именно кисточкой глубокий цвет, я беру пыль от нашего сонетовского карандаша S. Вообще, эта техника, она такая, немножко капризная в плане материалов. Карандаши, бумага. Если вы захотите все это попробовать, по карандашам я уже сказал, что брать. Ну, а бумага гладкая нужна, например, госзнак для черчения. Если достать эти материалы у вас не получится, а вы захотите все это дело попробовать, ну, придется тогда экспериментировать. Ну, и тем временем я закончил работу с карандашом, и теперь начинается этап погони за контрастом. Темные места надо сделать темнее, и для этого в работу включается палец, и, может быть, местами карандаш. Я почти то же самое делаю, что в прошлой технике, вот. Но в этот раз стараюсь максимально аккуратно втирать материал. Там, где жестко втирали, можно потом вернуться клячкой, что-то подкорректировать, потому что жестко втертый уголь, он в порох бумаги держится хорошо. А вот в тех местах, которые кисточкой делали, ну, я туда ластиком не советую лезть, или клячкой. Потому что по неопытности можно слишком много убрать, но это все тренируется на самом деле. И, например, блики делать таким способом, вытиранием цвета, получается очень даже хорошо. Ну, и давайте поговорим о плюсах и минусах этой техники. В этот раз я начну с минусов, потому что уже часть озвучил. Итак, первое. Это капризность карандашного материала. Можно взять не ту бумагу, не те карандаши, и из-за этого будут вылезать непонятные пятна, черные точки, то он будет там или не добираться, или перебираться. В общем, вы не поймете даже, что не так, что вы не то делаете, оказывается, проблемные арт-материалы. Второе. Эта техника не очень любит исправления. Ну, по крайней мере, там, где вы только кисточкой работали. Но если набирать тон постепенно, не торопиться, все будет хорошо. Ну, и для кого-то она непривычная, необычная. Это такой спорный моментик. Теперь плюсы. Техника сухой кисти довольно быстрая, на уровне предыдущей техники. С ней можно получать очень мягкие фотореалистичные работы. Она хорошо себя проявляет на разных форматах. Большие, средние, мелкие, по барабану. Плюс ее можно быстро освоить. И как раз в этой технике у меня есть небольшой интенсивчик. Там я все подробно разжевываю, показываю, объясняю. Там всякие упражнения, приемы работы, методы срисовки. Без ускорения показываю, объясняю. Несколько работ и очень много всяких полезных фишечек. Там в общей сложности видеоматериалов часов, наверное, на 6. Ну и самое главное, вы от меня получите обратную связь. И все это очень недорого стоит. Подробнее узнать, что да как, можно в группе канала. Там будут комментарии от ребят, кто прошел интенсив. Их работы. Как-то так. Вот такие техники. Ну, надеюсь, вы что-то новенькое для себя сегодня узнали. Творческих успехов вам. Ну и до новых встреч на канале. Пока-пока.